Мы не одобряем наркотики, их употребление и распространение. Все, что будет сказано про наркотики в этом ролике, нужно исключительно для разбора художественных произведений. Приятного просмотра! После предыдущего ролика с разборами текстов, очень сильно разбомбился Женя Мельковский. Он записал 7 сториз про меня, и может их больше, но мне просто только эти скинули, назвал меня тупым сопляком и сказал, что типа я не могу судить его тексты, потому что он писал тексты, когда я еще не родился. То есть получается ему тогда было 8 лет. Притом в ролике я говорил, что Мельковский употребляет очень заезженные обороты и к тому же не к месту. И в реакции на этот ролик он тоже употреблял заезженные обороты и тоже не к месту. В общем, уникальный человек. Мне в комментах писали, что у Нервов и у Мельковского есть гораздо более достойные тексты, и в них стоит покопаться, но после такой истерики от взрослого человека в ответ на 10 минут критики, и то в том ролике я по Мельковскому старался наиболее мягко из всех пройтись. Короче, не вижу смысла смотреть на какое-то другое его творчество, по крайней мере сейчас. А в конце этого истерического спича он сказал, что подобным образом разбирать тексты в отрыве от песен это какой-то музыкальный фашизм. В общем, здрасте, мои дорогие фашистики, вы на канале Сейна, сейчас будем в текстах копаться. Праведливости ради, в прошлом ролике я слишком много внимания уделил рифмам. Дело в том, что в принципе прошлый ролик в большей части состоял из, по-моему, ну очевидно плохих текстов, поэтому как-то серьезно их разбирать я не стал, и это в итоге сыграло злую шутку, потому что многие зрители подумали, что в рифмах как бы вся суть моей критики и состоит, и проблема в современных текстах как будто в рифмах. На самом деле нет, проблема в безидейности, и сейчас я буду конкретнее об этом говорить. Думаю, многие знают прибытие поезда братьев Люмьера. Один из первых фильмов вообще созданных, и там действительно просто поезд прибывает на платформу. И зрителей в кинозале тогда это просто шокировало, они действительно боялись, поезд казался им настолько реальным, что они выбегали из кинозала, и сейчас, по прошествии там меньше сотни лет, люди совершенно не впечатляются даже самым эпичным взрывом. То есть там в каких-нибудь новых фильмах может взорваться полгорода, и зритель в кинотеатре разве что зевнёт, потому что уже много раз это видел. Его не впечатляет это больше. В случае с текстами такого как будто не происходит. То есть тут уже не стоит говорить про саму музыку, в которую очень сильно уменьшился порог входа, и если раньше там нужно было прям научиться играть на инструментах, то сейчас можно что-то там наговорить в микрофон, тебя затюнят, наложат битосики, обработочки, всё что хочешь, и получится трек. Это не тема нашего обсуждения. В случае с текстами, как будто одна вот и та же попсовая, голимая мысль, раз за разом проговоренная даже теми же словами, снова и снова вызывает эмоции. То есть в кино, в литературе и в других сферах искусства, банальности и клише, они так и воспринимаются как банальности и клише, становятся мувитоном и их больше не используют, а в музыке и конкретно в текстах в нашей теме обсуждения, как будто бы нет. Притом я в этих мыслях не одинок. Многие исполнители, наоборот, очень стараются сделать каждую свою песню оригинальной. Притом оригинальной с точки зрения даже самой идеи, просто концепта песни. Давайте конкретно к примерам. Первое, что я нашёл, это идеальный пример плохого. В принципе, всё плохое я беру просто из топа ВК. Захожу в самые популярные песни, смотрю, что там есть, и там вот нашёлся Раим двигаться. Надевай свой модный лук и зови своих подруг. Пусть танцуют все вокруг, этот хит качает клуб. Я, чтобы на контрасте с прошлым роликом, я не буду здесь вообще трогать рифмы, но я думаю, что надевай свой модный лук и зови своих подруг, это даже не с точки зрения рифмы, а с точки зрения построения самой строчки. Это вот абсолютно как в каком-то советском лагере. Притом в советском не с точки зрения вот стиля, да, какого-то советского, а с точки зрения того, что это вот настолько устаревшая хрень. Я думаю, если вы поищете какие-то вот песни, в которых в лагерях дети танцуют, которые какие-то максимально нейтральные и бессмысленные, там вот будет именно собирая всех вокруг, пошли в клуб, надевая свой модный лук, потом эта хуйня повторяется, недопитая Хеннесси-Хеннесси, танцевать уже больше нету сил, нету сил. Мы с тобой словно на Ибице-Ибице, и этот бит просит двигаться-двигаться. То есть, понимаете, это как бы метафора. Мы с тобой как? И метафора чего, блядь, с чем? Мы с тобой танцуем на этой тусовке, как будто мы на другой тусовке. То есть, метафора к той же самой хуйне. Это как будто я бегу по этой дороге, как будто бегу по другой дороге. Даже сложно выдумать что-то вот настолько же дебильное. И на этом тексте, понятно, мы больше не будем останавливаться, но это именно вот та безидейность, про которую я говорю. Просто исполнителю это и не надо. И понятно, что он клубный чувак, да, он пишет музыку про дрыцар-ты-тыц, и как бы претензий на тексты нет. Но, опять же, он же не уборщица и не сварщик. Он исполнитель. Это как бы его работа писать тексты и музыку. И, ну то есть, ну он же слышит другие песни. Я поражаюсь тому, как можно настолько халтурно в принципе к этому относиться. Но хорошо, опять же, это клубняк. Давайте посмотрим на что-то, что должно быть интересней. Исполнитель Шувал. Песня называется «Мы открываем бизнес». И вот важная ремарка, да, сама концепция песни. Вот, мы открываем бизнес. Вы, как люди, которые смотрите про тексты, напишите сейчас в комментах, да, какие-то ваши идеи, которые вы могли бы засунуть в эту песню. То есть, какой концепт? Раз мы откроем бизнес, во-первых, какой-то может быть бизнес можно написать. То есть, это может быть как империя зла, так и какой-то бизнес мечты. То есть, размах фантазии уже в этом огромный. Но даже, в отличие от этого, в отрыве от самого бизнеса, что нам даст этот бизнес? То есть, что ты сможешь себе позволить? Что ты сможешь купить? Что ты сможешь построить на эти деньги? Размах фантазии, просто вот все, что угодно можно выдумать. Что выдумывает Шувал? Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты пашешь на полставки. Вот она креативность. Вот они интересные мысли. Открыв бизнес, вообще, в принципе, про бизнес, ну ладно, там может дальше что-то будет, но про бизнес, про характер бизнеса не сказано ничего. Это не важно. Никому не интересно, блядь, какой там бизнес открыл. Может, ты там ватные палочки выпускаешь. Ты рэпер, конечно, ты крутой, но бизнес может быть неинтересный. Хорошо, что ты купишь на деньги с бизнеса, шмотки и тапки. Во-первых, тапки, это же, блядь, и есть шмотки. Во-вторых, ты рэпер. У кого больше шмоток и тапок, чем у рэперов? Ну, может, у моделей. Но модель-то, по идее, отдают обратно то, что у них есть, а рэперы, по идее, нет. То есть, понимаете, вот он полет фантазии. И вот дальше. Открываем свое дело, это смело, но нам похуй. Мы столько заработаем, а денег будет тошно. Куплю себе машину и еду далеко. Куплю родителям дом и что-нибудь еще. Фантазия кончилась. То есть, человек вот сидит, думает, блядь, у меня в концепции песни, да, бесконечные бабки. Я могу купить что угодно. Эээ, ну, шмотки, ну, потом, ну, тапки, ну, потом, машину, ну, в принципе, не надо больше ни хуя, ну, ну, родителям что-нибудь куплю, куплю, куплю дом. Ну, блядь, не дом, а, ну, там, мультиварку. Представьте, насколько было бы интересней, если бы он захотел купить маме, блядь, мультиварку, какую-нибудь самую навороченную. Это дало бы нам хоть какой-то характер мамы. Или, если вы считаете, что это сексистское заявление, там, женщина кухни, хорошо, маме шоссейный велосипед. Вот была у мамы мечта, она там в свои молодые годы, у нее был дешевый ржавый велик, а тут он крутой велик купил. Ну, или, понимаете, не стоит привязываться к конкретным предметам, но конкретный предмет назвать было бы хорошо, потому что это сделало бы из вот этого пустого образа в тексте родители. У всех есть родители. А сделало бы их конкретными живыми людьми. И это относится как к исполнителю, так и вот к родителям, которых он здесь назвал. Если бы он хотел им купить что-то не самое банальное, то это было бы хоть чем-то. Но опять же, безидейность. У меня будут деньги, я куплю тачку. У меня будут деньги, я родителям, ну, дом куплю. И они будут с ним просто сидеть и нихуя не делать, потому что характера я им не выдумал. И дальше это проявляется еще ярче. И шубу для жены, и хату для детей. Я так много куплю и поделю на 100 частей. Потом открою банк, чтобы там хранить купюры. Я так много куплю, что окажусь в каком-то сюре. Я, блядь, в каком-то сюре с этими текстами. Во-первых, шубу для жены. Вот женская часть моей аудитории. Напишите, вам нужна вообще, блядь, шуба? По-моему, шуба это просто пиздец. То есть, даже не касаясь убийства животных. Я не могу себя причислить к защитникам животных, потому что ничего для этого не делаю. Ну, это как бы самое очевидное. Убивают животных совершенно незачем. Кроме этого, шубы сами по себе уже не самая теплая одежда. Может, блядь, 100 лет назад, это вот действительно, ну шуба, я хоть мерзнуть не буду. Но мы изобрели разные курточки. И шубы это дорогая хуйня, потому что, опять же, надо убить животных. Шубы это дорогая хуйня. Ты, даже если рэпер, и тебе нужна самая брендовая куртка, ты на деньги шубы можешь купить несколько брендовых курток. И мне кажется, на шубе менее очевидно, сколько она стоит, а на Луи Витоне гораздо больше. То есть, шубы, по-моему, людям, которые вот потенциально будут слушать этот трек, они нахуй не сдались. И может, конкретно женщине этого шувала тоже шуба в хуйня уперлась. Но он пишет «Куплю шубы жене, потому что это стереотип, блядь, из шоу «Уральские пельмени» или там Михаила Задорного». И в итоге получается, что вот шувал, молодой модный автотюновый рэпер, у него мысли такие же, как у среднестатистического депутата. Там после шубы для жены идет хата для детей. Да блядь, серьезно? Дети? Им можно купить вообще все, что угодно. Лего «Звезда смерти». По-моему, блядь, лучше, чем любая хата. Да можно хаты из лего. Это было бы настолько интересней. Бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе топки. И дальше фантазия просто иссякает окончательно. Потом открою банк, чтобы там хранить купюры. Ну, для этого ведь банки открывают. Опять же, он мог бы открыть бункер, и это было бы в сто раз интереснее. Он мог бы закопать свои деньги, блядь, как капитан Крюк. Они как бы и так, и так будут обесцениваться из-за инфляции, особенно большие суммы. Но как бы закрыть их, блядь, в своем банке, это же то же самое, что закопать. Тут как бы уже о целесообразности этого мысли речи не идет. Но он до этого сказал, что у меня бабки, пока ты пашешь на полставки. То есть он хотел сказать, пока ты очень много работаешь, но на полставки-то наоборот, работают меньше. Это же полставки. Ну, то есть про банк, это совсем дебильная строчка. И дальше я так много куплю, что окажусь в каком-то сюре. Сука! Самое простое, что можно придумать, если вот он все купил, и у него все вокруг всем заставлено, хотя он нихуя не описал, кроме машины, шмоток и тапок. Ну, а допустим, он купил вот только много машин, много шмоток и много тапок, ну, тогда окажусь как будто в магазине, в универсаме, блядь, как в Ашане. Столько сравнений, аллегорий можно было придумать, но он окажется в каком-то сюре. Просто потому, что нихуя не выдумал. Вот безидейность, про которую я вам говорю. Даже если сама тема трека, она благодатная, и можно много всего с ней сделать, исполнитель не парится о том, чтобы выдумать что-то необычное и стоящее внутри этого. И вот знаете, есть на ютубе канал, довольно популярный в музыкальной среде, называется Фред Гитарист. Там профессиональный гитарист-сессионщик, он разбирает технику игры на гитаре, популярных исполнителей. И очень часто их обсирает, потому что якобы они играть не умеют. И очень многое из того, что там говорится, оно рядовому слушателю совершенно непонятно. И то есть, например, когда он говорит, что там гитара не строит, я этого зачастую не слышу, потому что я не музыкант. То есть это доступно только определенному пласту людей с ценными профессиональными знаниями. Тексты-то, блядь, доступны всем. То есть даже абстрагируясь от того, сколько человек знает поэзии там и все такое, насколько он разбирается в рифмах, неважно, с точки зрения новизны сказанного, с точки зрения вот какой-то интересной концепции. Опять же, это в случае с кино понятно, а в случае с музыкой как будто и не ебет большую часть людей. Но тут даже не про большую часть. У меня вот есть закрытый паблик, в который вход 5 баксов на патреон, там ссылка в описании. Суть в том, что я там постчу самое новое, что нахожу вот в интернетах. И там тоже книжки, кино, но вот музыки я там постчу очень много. И я раз за разом нахожу новых и новых исполнителей, которые дохуя концептуальны, у которых как в звуке, так и в текстах, так и в самом концепте группы, вот самой задумке, столько находок, ебанешься. И в паблике в основном оказываются исполнители западные. Ну, не столько потому, что у нас сцена не развита, у нас в России наоборот очень хорошая сцена. И если сравнивать вот с отдельными странами, например, европейскими, то окажется, что в России очень мощная сцена, и новых интересных лиц у нас гораздо больше. И русский талантливый народ, и вообще вперед Россия. Ну, кстати, и белорусы, и украинцы тоже очень много крутейших звезд нам подгоняют. В принципе, можно говорить об этом как о русскоязычном вот сегменте исполнителей. У нас все очень хорошо, но Запад просто больше, и поэтому оттуда как-то больше имен, оказывается. Но, в принципе, эти ролики, я вот к чему веду, эти ролики создаются не столько для того, чтобы обсирать плохих исполнителей, и это больше делается для примера, и для того, чтобы просто был контраст, а для того, чтобы хвалить хороших. И сегодня мы будем хвалить Кровосток. Ну, а перед этим предлагаю вам эксперимент. Короче, я хочу делать этот формат интересней, а вы мне тысячу раз написали про пирокинезиса. Я его не слушаю. И, в принципе, я в последнее время был занят написанием диплома. Я вот только недавно прошел предзащиту, еще меня ждет защита. Короче, будет ролик про пирокинезиса. Не обещаю, что скоро, опять же, из-за диплома, но когда-то. Что от вас требуется? Взять и написать в комменты от одной до трех, можно и больше, песен пирокинезиса, которые, по-вашему, заслуживают разбора и лучше всего отражают его вот талант сонграйтинга, крутой скилл сонграйтинга. В общем, самые крутые песни с точки зрения вот концепции, идеи, качества текста, рифм в нем, вот всех составляющих текста, которые вам кажутся важными, напишите в комментах, чтобы мне потом не сказали, что я вот не те песни вот разобрал. Я возьму со всем этим ознакомлюсь, прослушаю, почитаю, выберу самые вот распространенные в комментах песни, и сделаю разбор на Пирокинезис. Будет у нас вот развитие этого формата, мне кажется, интересная херня, так что пишите комменты, а мы к Кровостоку переходим. Кровосток, без преувеличения, легендарная русская группа, очень многие именитые сейчас исполнители ее хвалили, в том числе Мирон в своем этом спиче про поэтов упоминал Кровосток, ну и в принципе, ну, очевидно, охуенная группа. Что особенно стоит подметить? Во-первых, внутренняя эстетика, то есть это вся, в принципе, эстетика Кровостока основана на одном десятилетии в истории нашей страны, это 90-е. Два, да, 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 десятилетия очень важны, и по сути, прямо сейчас мы дожевываем какие-то остатки 90-х, но, тем не менее, стоит обратить внимание на то, что можно все творческие группы основать просто на одном русском контексте, притом даже не всем общем, а контексте конкретного десятилетия. Я сегодня хотел, вот когда нашел этого шувала, думал еще вставить туда флэша, потому что они с ним фитовали, и там тоже в топе ВК это было, но, блядь, там нечего разбирать, там у него я влетаю в твой гэнг, ебу твою бич, беру свой глаг, и все такое, там, ну не то, что мало русского языка, мало русского контекста, потому что, ну, русское вот такое вот немодное, да, и мы смотрим на западных рэперов, а у них там гэнги, ну и у нас тоже гэнги будут. Это опять же от нежелания что-то выдумывать, а в случае с русским контекстом это как раз и есть то самое, в принципе, авторское, когда ты чувствуешь реальность вокруг, и так ее снимаешь и пропускаешь через себя, что другие люди это узнают и поэтому им нравится, потому что, ну вот как часто говорят, вот он хорошо сказал, это значит, типа, сформулировал то, что не сформулировал я сам, и в этом, как бы, фишка, поэтому нам нравятся некоторые песни. И, собственно, существуя вот в этой криминальной эстетике, у них из-за этого намеренно примитивные тексты, потому что, как правило, лирический герой и повествование от него, это там, какой-нибудь бандит, убийца, уркаган и так далее, поэтому он не может сложно изъясняться, и наоборот, когда вставляются какие-то сложносочиненные предложения или сложные слова в текст, это приобретает комедийный эффект, и это прекрасно. То есть, когда простота в текстах, она намеренная, а не от бедности, это шикарно. Первый текст это куртец, одна из лучших песен Кровостока, бит, один из моих любимых битов, просто в принципе из всех существующих. Так вот, к тексту. На днях решил разгрестись в чулане на хате, выкинуть в пизду весь хлам, и тут вот те нати, в кармане старой черной кожаной куртки нахожу коробок, полной убийственной чуйки. Я этот куртец в последний раз одевал, надевал, в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне острым грудь, а я ему гнидис, нёс нахуй коленку. После этих приветствий начался мрачный замес. Но не будем о мясе, главное всё заебись, и я здесь. То есть, понимаете, в песне повествования идёт о молодости главного героя, и они ведь могли начать этот текст «Я в 90-е на стрелке ходил», но они начинают его как короткометражку, что чувак, разбираясь в чулане, находит старую куртку, а в ней траву, и это напоминает ему о былых временах. И поэтому «Кровосток» экранизирует многие в гиковские мультипликаторы, есть много клипов «Кровостока», ни один из них не сделали они сами. Это всё чисто люди, вдохновлённые их творчеством. Именно потому, что сами по себе тексты «Кровостока» до жути кинематографичные. Мы в этом ролике не будем разбирать текст «Голова», но он вот тоже. Я не видел ещё по нему никаких видеоработ, но если вот вам нужно по чему-то сделать курсач, или вот какую-то ещё такую штуку визуализировать, текст «Голова» просто золото. «Куртец пробит как в кино, чуть повыше сердца, и до сих пор подкладка пятнами в чёрной крови, но заебись, что в кармане на дне, как в прошлое дверца, затихарился полный корабль той самой травы, той самой, от которой даже самые башковитые оставались без головы, той самой, от которой даже самые болтливые становились тише воды, той самой, от которой даже самые прожжённые усывались от ерунды». Это... Вот всё здесь органично, здесь в принципе нечего разобрать, кроме того, что я до этого нечаянно проспойлерил то, что он там траву нашёл, но это не суть важно. Важно, как легко и приятно идёт этот язык. Как нам действительно, как будто это рассказывает реальный человек. Дальше это будет ещё ярче видно. «Помню я этот корабль цепанул на ВДхе у неманов, чтоб после стрелы попустить малёха своих злых демонов». Я не знаю, кстати, авторы текстов Кровостока, там, Шила и Фантомас 2000, они где-то гуглят эти все сленговые штуки, ушедшие эпохи или сами их знают, но это тоже придаёт очень сильно крутости тексту, когда, в принципе, язык необычный и где-то нужно покопаться, посмотреть, когда используются небанальные слова. Ну, в данном случае это ещё, опять же, дух времени очень сильно передаёт. И там ВДхе, это московское ВДНХ, а неманы это немые чуваки, действительно, которые барыжили там травой в то время, и очень много крутых таких внутричков, в принципе, это в текстах всегда привлекает. Всё пошло не совсем гладко, лето прошло в больничке, корабль с чуйкой забылся, как и другие нычки. От корабля осталась уже половина, и я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти хейзы, шмейзы и амнезия заодно. Тут нам как в хорошем кино, каждое событие должно быть оправдан, не должно быть роялей в кустах. Если ружьё повесили, оно выстрелит. Тут то же самое. Почему он забыл про эту куртку и про коробок? Потому что его тогда проткнули ножом, и он оказался в больнице. И, собственно, из-за того, что он оказался в больнице на всё лето, то есть на три месяца, его планы покурить тем вечером, они, естественно, посыпались, и поэтому он про него забыл, и поэтому же оставил на полке куртец. Тут пропускаем небольшой кусок. Да мы одним коробком с друганом людей штабелями валили, с кем только мы её не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими губами воздух тихо ловили, красными белками глаз в непонятки водили, а когда чуть в себя приходили, хуели, немели, мычали, головой качали, снова немели, а сколько необъяснимого с нами под ней случалось, даже с Калией Малдерни в жизнь бы не разобрались. Какая приятная разговорщина. Вот почему часто биты Кровостока подставляют на чью-то речь просто, именно текстобиографии, он довольно похожий. Сегодня 94-й год, МММ, черный вторник, умерки, МСН, пейджеры. Потому что это становится паттерном, вот как будто шаблоном для естественного рассказа любой жесткой криминальной истории. И поэтому под это подходит обычная речь людей, потому что тексты здесь блестяще стилизованы под обычную речь. Например, и все одно говорили, вернее не говорили, какое-то время ничего не говорили. это ну настолько уместно, я не знаю насколько понятно, что я восхищаюсь одной такой маленькой строчке, но мало кто такое может. Мало кто может так естественно вставить разговорщину. В принципе стори-тейлинг не каждому доступен. Можете посмотреть многих исполнителей, многие даже не пытаются рассказать историю, а когда пытаются рассказать, выходит какая-то абсолютная нелепица. А тут они не просто ее рассказывают, они ее блестяще стилизуют, а за разговор от первого лица. Притом даже это не то, что что-то рассказывают слушателю, а это скорее воспоминания про себя. То есть этот чувак сам сидит и такой ха-ха-ха, вот валили мы штабелями людей этой травой. Насколько круто! Кстати, я забыл это сказать во время ролика. Посмотрите, что происходит с коробком на протяжении всей песни. По сути, он постепенно скуривает остатки в этом коробке и вся песня это рассказ, вызванный его воспоминаниями, когда он курит ту самую траву. Вначале коробок полный, потом от коробка осталась уже половина, а потом приколочу последнее. То есть он за песню скурил целый коробок. Какая приятная деталька! Ну и собственно песня как хорошая короткометражка. Он рассказывает, продолжает про свою молодость в эти самые лихие годы и кончается она тем, что курнул еще и что-то резко захотелось обратно. О боже ебать, как же жить тогда было приятно. Пожалуй выкину все, а куртец на память оставлю. Приколочу последнее, откинусь в кресле и счастливую старость представлю. Ну разве? Не пиздато! И при этом с таким скиллом можно было в принципе на этой манере вечно выезжать и давать какие-то воспоминания от первого лица, но есть у них и более изощренные способы изложения. Песня Лоси. Да бля нахуй, уберите ваши злобные улыбки, так бывает, успокойтесь, люди делают ошибки, я же не робот заводной, чтоб по жизни не сложать, ну вальнул не тех тоже три огромных лося, они были так похожи, как блядь икринки у лосося, ладно, ёпты, ушатал не тех, но эти-то были не лучше, тоже три стероидных птенца из нерайских кущей, сколько нам контекста дали за два четверостишья, то есть этот чувак, который состоит в банде, он возвращается к своей банде, перед этим он получил от них задание на убийство двоих каких-то вот неугодных им людей, что было сказано в задании, адрес, машина, то есть марка, там все такое, и то, что они сами здоровые вот такие амбалы, он приехал на адрес и убил не тех, потому что была та же тачка, и они тоже были здоровыми лбами, и он вернувшись к банде, понимает, что совершил ошибку, и перед ними оправдывается, насколько охуенно сама идея, вот просто вот то, что я приводил вот в самом начале ролика, я даже пожалел, что привел настолько дебильные примеры, но как-то не нашел промежуточного звена, в силу того, что я не выбираю тех, кого обосрать, а просто слишком просто мне короче находить плохое, поэтому промежуточного звена нет, только супер хуево и супер хорошо, но вы понимаете, насколько много дано двумя четверостишьями, дальше как раз фишка Кровостока, про которую я говорил, когда берутся какие-то обороты, которые такие яркие, а-ля пацанский цитатник, но как раз изо рта лирического героя, это звучит как мега-кек, жизнь хитрее наших планов в ебаную тысячу раз, вроде семь раз отмеряешь, а съедаешь говнотаз, невозможно проложиться от сюрпризов бытия, ни мозгами, ни молитвой, невозможно нихуя, проще надо относиться к делам нашим, без запар, это ж просто не те лоси, не расходуйте зря пар, я на неделе все поправлю, я на неделе вольну тех, тропинка моя вихляет, но выводит туда, где успех, вот это вот пост, пост, даже не ирония, ну ладно, бля, ирония, ну короче, то, насколько это в себе оно и ироничное, и при этом интересное, это вот прям как в фильме Тарантино, но это в действительности они и есть, потому что в чем примечательность о тарантиновских диалогах, в том, что люди, ну, все, в принципе, привыкшие к формату боевиков, где бандиты, это абсолютно бесхарактерные существа, не в смысле слабые духом, а в смысле неинтересные, ну вот он плохой, потому что плохой, какая у него мотивация, ну там деньги украть, нахуя, ну как вот в песне этого про бизнес, ну блядь, чтобы машину купить, ничего примечательного, то есть не запоминаешь ни имен бандитов, никто он конкретно был, совершенно супер заурядные персонажи, и есть наш главгерой, который вот такой добрый, хороший, у Тарантино же это живые люди, и чем прекрасные, как бандиты в криминальном чтиво, так и в бешеных псах, так и где угодно, тем, что у них абсолютно свои мотивации, они именно живые люди, которые ну просто по жизненным обстоятельствам, они не в офисе работают, а людей убивают, ну блядь, так бывает, и как раз интересно за ними наблюдать, потому что они настолько живые, и в песнях Кровостока ровно то же самое, и дальше нам вот так же через четверостища даются обстоятельства уже его окружения, ты вообще, Валера, вспомни, что ты творил по Синеве, ты не вспомнишь, ты был в кашу, плыли трупы по Неве, плыли финские туристы, и блокадник с внуком плыл, так что не пизди, Валера, я-то все помню, хоть и забыл, нам тут ненароком дали, что дело происходит в бандитском Петербурге, потому что Нева, блокадник, финские туристы, вы какие-то бля злые, так же нельзя среди своих, вы все ебало так скривили, словно я какой-то псих, словно Костик с Еропетом, не сожгли тут интернат, они тогда в темноте ошиблись, а я тут типа виноват, тут нам дают еще больше как бы сопереживания главного героя, потому что они все совершенно ебнутые, то есть кто-то там набухался, а убил ветерана блокадника, эти два дебила каких-то сожгли интернат, то есть уже после этого хочется и фильм про него посмотреть, и про всех остальных сиквелы увидит, там оригин их, вот в этом штука, в деталях вся прелесть, что он убил не просто деда, а блокадника с внуком, что они сожгли не просто дом, а интернат, и что они Костик с Еропетом, ну и в принципе Кровосток это яркий пример того, почему ни в коем случае нельзя в искусстве запрещать мат, вешайте там рейтинги, какие угодно, 18 плюс 21 плюс 45, 48 плюс, сделайте как угодно, чтобы до этого не добрались дети, но чтобы тем самым внутри самой картины мат оставался, недавно видел, как Шевцов ругался на то, что мат в играх убирают, абсолютно то же самое, вот она естественная речь человека, связанного с криминалом, не сказать, чтобы я много их видел, но мне это кажется настолько настоящим, и важно, конечно, заметить, что Кровосток, конечно, совершенно не музыкальные, можно даже сказать, анти-музыкальные, но это как раз и приводится как пример, ну просто превосходного стори-тейлинга, и, честно говоря, мне не кажется, что если бы это была там другая какая-то группа, у которой нет вот такой вот фишки на монотонную даже не читку, а просто вот такое говорение в бит, что это бы не работало, мне кажется, как раз-таки просто из-за того, что чуваки построили все творчество вокруг концепции и вокруг как раз вот этой вот игры с разными сюжетами, а в песнях супер важен сюжет, поэтому получается настолько круто, притом опять же стоит заметить, что у Кровостока есть песни, основанные не столько на сюжете, сколько на описании самого персонажа, или у них есть такая, можно сказать, антиутопичная песня Москва-область, то есть насколько дохуя всего можно придумать, смотрите и учитесь. Последнее, что разберем, это вот на контрасте с тем бизнесом у Кровостока есть тоже песня, где герой оказывается в каких-то таких супер невозможных обстоятельствах с неограниченной властью, он в данном случае становится президентом, и, во-первых, песня с этого не начинается, песня начинается с обстоятельств самого героя и того, что происходит. Душно, время дня не уверен, но точно лето, на большом мониторе полудети делают это. Лед в неровных кубиках, мобила на вибрации, в мозгу пиздец, у пиздеца тоже есть своя грация. То есть чувак сидит, жарится в духоте, прилипает к креслу, пьет воду со льдом, дрочит, тело прилипло к креслу, мозг утонул в поту, плавает типа фарша в бульоне внутри хинкали, плавает и хуй с ним, мы с ним и не такое видали, полудети на мониторе доделали секс, лед растаял, джойн зажегся, джойн сгорел, джойн доставил, приспал, и мне приснилось, что я президент России, недалекое будущее, легалайз, все как вы просили. Заметьте, легалайзу вот одно слово посвящено, нет такого, что легализую траву, дам всем траву и все такое. Я первый нормальный чувак у власти за тысячу лет. Как это вышло? Хуй знает, сновиденческий пируэт. Никакой свободы, врагам свободы, моя политика. В мусора берут после двух лет у психоаналитика. Это даже само по себе как идея интересно, даже в отрыве от песни, а еще в сочетании с песнями, что это какой-то вот дрочащий у курок у себя в хате, и ему снится, что ментов проверяют у психоаналитика перед тем, как взять на службу. Дураки закатаны в дороге, просто круто. Крупных проблем не осталось. Оргии в усадьбах, услады в имениях, в городах шалости. Климат подправил, зимой тепло. Народ как один на улыбах. В тайге играет джазец, палачи пытают друг друга на дыбах. Последнего живого палача я благородно отпускаю нахуй. И потненько так просыпаюсь в ахуе. Ну вот насколько это интересней. Насколько, в принципе, в каждой строчке есть какая-то деталь и что-то необычное. Он не просто убьет палачей, а убьет и последнего отпустит нах, как средневековые завоеватели, которые оставляли одного в живых, чтобы он рассказал о том, что случилось. То есть вот, вот они идеи, вот они концепты. У Кровостока такого, в принципе, очень много. И вообще, в принципе, одна из самых интересных групп. И вот это вот, я считаю, должно браться за образец. Вот чего мне не хватает в текстах. Не рифм, а стремление сделать как можно более необычно. Чтобы тебя песня цепляла не только звучанием, но и тем, о чем она. Потому что и современность, и прошлое переосмысленное, оно дарит нам такое количество возможностей и концепций для песен, что тратить это на то, чтобы писать «У меня будут бабки, я куплю машину» или про то, что «Любовная любовь, в любви я тебя любил, ты меня не любила, и забыла, и простила». Ну зачем? Ну нахуя? Ну почему? Опять же, как вот сегодня упоминал Фреда гитариста, он постоянно говорит, что у этого человека было время учиться играть на гитаре, он там не работает фрезеровщиком. И вот здесь то же самое. У этих людей есть время писать тексты. И не только писать, есть время читать другие тексты. И они слушают другую музыку других исполнителей. И в принципе видят мир вокруг. Они же знают, что есть песня «Синий туман» похож на обман. И если, блядь, твоя песня на это похожа, то почему тебе не кажется это всратым? Ну это риторические вопросы. Я прекрасно понимаю, что плохие исполнители будут всегда, но мне же лучше будет с чего начинать эти выпуски. Не забудьте написать в комменты песню «Пиракинезиса». Не забудьте зайти в мой телеграм, который вообще пиздец как ожил после того, как его разблокировали. Там и до этого было охуенно. Сейчас он прямо расцвел. Обычная легальная ссылка в описании. То же самое происходит с моим опиздохуительным инстаграмом, но он как бы всегда светет. А тебе спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. ПОДПИСКИ! ПОДПИСКИ!